Ребятки, всем доброе утро! У нас еще все спят, я первая стала. Сегодня у нас 1 января, первый влог в этом году. Показываю, короче, ребятки, какой мы бардак вчера оставили. Не убрали, нифига. Вот, на столе вот так вот оставили. Лена вчера свои конфеты уже пересыпала в тазик, потому что она не может ничего там найти. Пересыпала сюда, я утром проснулась с насморком, вчера немножко замерзла на елке, когда на елку ходили. Хотя вроде одета, тепло, но... Вот, здесь у нас полуразобранные подарки, вот в таком виде все валяется. Ласа тут, оно было сложено. Ласа вчера ночью как начала беситься, когда мы с елки пришли. Вот так вот все тут крутилось, прыгало и на елку прыгало, и она ее повалит, наверное. Да? Ласатушка. Ой, по дикушке, да? Да, да. Ты выспалась? Ты выспалась? Эй! Трантата! Ласа, трантата! Хорошая девочка. Да. Вчера с нами, она была всю ночь с нами рядом. Соня не так была, а Ласа с нами была. Да. Вот, сегодня буду разворачивать свою эту хлебопечку. Ой, хлебопечку слушайте вообще уже, мозг не соображает. Электрическую печку. Да, я там почитала, короче, почитала. Там она с конвекцией, совсем на свете. И еще не распаковывала эту свою мышку и коврик. Лена вчера всю ночь говорит, мам, ну подожди, ну скачай мне книги. Я говорю, Лена, завтра, завтра. Скачай мне книги на эту, на электронную книгу эту. Я говорю, завтра, моя хорошая, я не буду сейчас ничего качать. Так что так вот, такой вот бардачок. И здесь вот, тадам! И здесь даже пакет мусора стоит. Я вчера собирала. Надо вынести. Так, минералочку надо в холодильник. Да ничего не вмещается в холодильник. Все надо повыкидывать. Тут и бенгальские. Ну это нормально, знаете, когда первое число просыпаетесь. И это еще нормально. А то бывает, знаете, в салате вот так вот торчат бенгальские. Они затушенные об салат. О, а это целый. Это целый. Ничего себе. Ой, что это у меня на спорту? Ну может пройдет это с утра. Сергей уже вчера в новой кружке пил чай. Она на балконе стоит. Все это нужно убирать. Но утка, ребята, хоть она и вышла некрасивая, я ее в итоге передержала. Хотя я ее готовила всего лишь полтора часа. Наверное, это оказалось много. Из-за того, что много у меня сильно греет духовка. Она быстро приготовилась, пережарилась. Ну, судя по крылышкам, то они прям совсем такие. Но так она внутри просто вообще расползается, разлазится. В холодильнике тоже бардачина. Все вот так вот в таком виде. Мы не будем заедать. А что делать? Ой, прикольно, конечно. С Новым годом, ребята! С Новым годом! Так, утра со стола. Ой, я с утра еще проснуться не могу. Не, ну конечно, салют. Салют вчера был просто бомба. Обалденный. Мне так понравилось. Я получила столько эмоций. Я даже кричала. Ой, я бы и свистела. Я просто свистеть не умею. Не могу свистеть. Как надо свистеть? Не получается. Свистеть нельзя. Денег не будет. Так, я сейчас все это, этот самый мусорный пакет скидываю. Прямо скидываю. Ласа. Что, Ласа? Ты тира не поняла, что это было? Да? Не спали всю ночь. Мы легли вчера, получается, во сколько? Ой, где-то, наверное, в пол пятого, что ли. И встала я в сейчас 10.52. Ну, в часов 10 я встала. Нормально. В 5 часов где-то поспали, поспали. Я. Ленка спит еще. Ой. С меня такой алкаш, блин. Думаю, ну хоть выпью на Новый год. Все равно один бокал налила. Ну, получается, 50 на 50, этот, мартини с... Персиковым соком. Вот этот вот вчерашний бокал. Я так его и не допила. Я говорю, мне этого мартини на полгода хватит. Этой бутылки. Вот так, вот так. О, она упала что-то. Вот так, вот так я пью, ребята. Ой. Я говорю, можно было и не покупать. Мать могла и водичку попить. Блин, а у меня лежит холодильник. Вы знаете, что? Вот это труп. Это тело утки. Я его буду грызть. Самое вкусное, это обрезать вот это вот, то, что осталось. Да. Тут и лошадка. Тут и лошадка, мамина девочка. Тут и тут. И что? И что? И что такая мякушка? Мама вывела блог. Вроде бы нет, но блог. Такие хорошие стали мякакие. Мякакие совсем. Мои животные. Мои лошадки. Мамины девочки. Мамины собачки. Все постоянно удивляются. Эй. Постоянно. Эй. Удивляются, что я лосу собачки называю. Потому что. Потому что она собака. Потому что она лоса собачка. Она хорошая. Потому что девочка. Да. Да. Маменькина. Маменькина. Глазастая. Глаза как два фонаря. У нее. Да. Да. Я за тебя говорю. Конечно. Конечно. И что? Вот так вот раздавливаю. Вот так вот. Вот так вот задавлю. И что? Да? Задавить, мама. Задавить. Ой, задавить, задавить. Все, все, все. Все. Не может она долго на руках сидеть. Мои все шапки. На. На. Не хочешь? Скажи. Мама, а ты хочешь с утра играться? Тоже нет. Так. Сейчас все убираю, ребятки. И мою посуду. Потому что дети встанут. Надо их кормить. Много пишут комментариев. Насчет того, что я говорю дети. Хотя, да. У вас же один ребенок. Какие дети? А потому что дети у меня дочка и муж. Я их называю дети. Я всегда хотела много детей. Но мне Боженька не дал. Поэтому у меня и муж. Дети тоже. Все. Дети. Мне так проще жить. На. на душе радости. На самом деле. А что? Наши мужья для нас как дети. Мы так же о них заботимся. Так же за них переживаем. Что-то хотим для них лучшее. Кормим. И так далее. Но зачем мне дети? Дети. Просто я их сильно люблю. Поэтому. Они у меня дети. Да? И то. Собачка. Так, ребятки. Что с этим делать? Куда эти конфеты? А там же я сегодня буду распаковывать же эту свою печку. Я буду там ее ставить. Там надо тоже поубирать. Ну, короче, я пока сюда уберу. Чайник же у меня новый, ребят. Чайник. Вот, смотрите. Типаль. Ну, классно. Черный, как я люблю. Хотя, кстати, за черным проблематичнее ухаживать. Потому что здесь такая белая накипь. Вот у меня старый чайник. Он уже весь коротко. Совсем уже, конечно, надо его помыть, попробовать. Но вот эта вот белая накипь. Вот тут, не знаю, видно. Вот тут белая, короче. Она не отмывается. Черная. Поэтому они в уходе. Такие проблематичные. Его надо постоянно мыть. Не запускать, как я тот чайник запустила. А тут у нас не контакт. Мы его делали, чинили, чинили. И он не контакт. Когда чайник поставил, его надо нажать, короче, чтобы он засветился. А этот я даже не знаю. Тут есть подсветка или нет подсветки. Без понятия. Это здесь сколько? Отметка последняя полтора литра. Плюс еще, наверное, литр семьсот. А в том... А у меня литр шестьсот. Нет. А у меня где-то последняя литр семьсот на этом. Но этот, короче, побольше был. Ну и плюс еще, наверное, грамм двести, наверное, да? Литр девятьсот. Или около двух. Этот чуть поменьше. Ну классно. Блин. Пищи. Прикольная. Прикольная. Чё, чё, чё. Я все нюхаю. Но его надо будет вскипятить, наверное, несколько раз, чтобы он... Потому что, хоть и тефалевский, но все равно есть запах пластика. Его надо будет помыть. И покорачаться. Все здесь сделаю. Все сделаю. Так. Салфеточки. Мандарины. Боже, я в этом году хоть одну мандарину съем вообще не ела. Ой, ой, ой. Все. Катится, катится. Лас, помоги. Ой. Хочу со стола брать эту скатерть. Да, конечно, я вчера, в последний момент, вспомнила за эту скатерть. И так получилось, что у нас помятая. Ну, ничего страшного. Я думаю, хейтеры не захатерят. Ой, скатерть. Ой. Много мне пишут за этот халат. Юля, у тебя уже надо новый халат. Этот уже подносился. Нифига. Он классный. Он очень удобный. Я всегда исхожу... А эти выкидывать салфетки, да? Эти хорошие. Ну, не буду их выкидывать. Может пригодиться. А вот он будет выкидывать. Лена вчера развела целый стакан сока на скатерть. Классный халат. Я всегда исхожу. Я очень к вещам вообще нейтрально отношусь. К одежде. Ну, к одежде, короче. К одежде. Украшением каким-то и так далее. Очень, вообще нейтрально. Абсолютно. Мне пофиг будет. Для меня главное удобство. Поэтому я с этого халата не вылезу, ребята. Думаю, так я обустроена. Мой мозг. Так. А что, я прям на пол стряхиваю, да? Все равно еще буду заметать. Так. Это в стирку. Это в стирку мы отправляем. Все. Я стол пока сдвину. Чтобы он не мешал. Так. И под елкой у нас куча пакетов. Но я вам шелестеть не буду. Вот ящики, ящики. Сейчас я все это быстренько разберу. Вы видели, видели, какая елка. Я так счастлива. Елки. А, пишет Юля. Я так в комментариях вчера. Ребятки, на комментарии вчера, конечно, у меня не было. Я, наверное, не отвечаю на комментарии. Наверное, уже дня три. Ну, потому что, ну, вообще не хватает времени с этим, с праздниками. Мы вчера и так постарались. Выложили шесть видосов. И плюс в семь утра еще, ну, до этого блог вышел. Короче. За день мы семь видосов выложили. И так старались. Залазь, залазь. Залазь. На. Кошки любят коробу. Давай я открою. Ты ж наступила. На. На. Иди. Иди, Лас. Иди. Иди. Иди, залазь. Ну, иди, иди. Иди, иди. Вот. Умничка. Молодец. Вот так. Вот, 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 вот. Оп. Все. Влезла. Вот так вот нравится кисти. Да. Они так любят коробки, кстати, вообще. Нравятся девочке, да. Как в домике. Любят такие укромные местечки. И они себя хорошо чувствуют, комфортно. Да, ластка? Хорошо, мои девочки. За что я говорила? А, что на комментарии, простите, что не отвечала. Но я все читала. И вчера писали комментарии. Ой, Юля, ты такая же, как ты. Я тоже елке радуюсь. А что не радоваться, ребята? Лена мне вчера говорит. Короче, мы на салюте были. И когда такой прям бабах, и я кричу, такая. У-у-у-у-у, ну кричу. Лена говорит, потом уже уходим. Говорит, мама, ты так кричала? Ну как это? Ну не знаю, как ты кричала? Вот. А я ей объясняю. Никогда не надо свои эмоции, этот самый, сдерживать. Если в данный момент у тебя прет, тебе весело, тебе классно. Ничего страшного, если ты завизжишь, там закричишь. Ты же получаешь заряд каких-то, это же позитивные эмоции. Потом выплёскиваешь ты какую-то энергию, да? Ну вот. Не надо ни себя ограничивать и сдерживать. Потому что это всё страхи какие-то и переживания, что кто-то подумает. Ты же себя как бы сковываешь. Зачем это надо? Не надо жить для кого-то, надо жить для себя. Если в данный момент тебе весело, и мне нравится эта ёлка, просто нравится, я от неё без ума. Спасибо Серёжке, что нам сделал такой праздник с этой ёлкой вообще. То я буду визжать, кричать, улыбаться и радоваться, понимаете? И мне всё равно, кто что подумает обо мне. Потому что я в данный момент заряжаюсь позитивом, и это классно. А позитив, улыбки лечат все болезни. Правильно? Ласа, ты что замерла? Ласа, она теперь вошильника, от лоха. А что делать, да? Да, моя девочка? Красиво, смотрите, какие глаза. А, глазища. Как два фонаря. Ласатун. Ласатушка. Ласатка. Ласака. Девочка красивая, усатая. Видели, какие у неё усы, да? Ласак, кс-кс. Повернись. Повернись, повернись. Ой, ой, усы какая. Она, видите, ребятки, вы замечаете, что она поправилась? А поправилась она, знаете, на чём? На каше с печёнкой. Да. Она стала кушать Сонину кашу с печёнкой. Я насыпаю тарелку одну ей, одну Ласе. Полностью до дна съедает. И стала поправляться. Да. Вот так вот. Правда, единственное, что у неё проблемы с туалетом. Ну, со стулом, короче. Не такое, как должно быть. Не знаю, почему, короче. Да, Ласатка? Чё-то мне, чё-то мне непонятно. Какается как-то не так. Ой, смешный у тебя. Так, всё. Теперь я буду вот это вот перемывать. Вот эту вот посудку. Доброе утро, ребята. Всем доброе утро. Всем с наступившим Новым годом. С Новым годом. Первое января. Первое января утром все просыпаются. Что делают? У нас даже нет бутербродов на завтрак. Нету бутербродов. Или похмеляются вам, да? Ну, мы не похмеляемся, мы кушаем. Да. У нас еда. Мы просто кушаем. А достали мы салатики. Надо их доедать. Ну, конечно, да. Потому что они с майонезом. Это краповый, селёдочка под шубой, оливье, маслины. И вот эти бутербродики, они подсохли, но с чаем я их погрызу. Ну, выкинуть я не выкину. С чаем нормально. Размочить, кинуть в чай и пойдёт. И тазик конфет. Да, Ленкин. Именно тазик. Можно иногда брать с твоего тазика конфеточку какую-то? Уберите. Да? Да, иногда. Можно в месяц, наверное, есть эти конфеты. Ну, посмотрим, насколько хватит. Ну, а 7 за 2 дня. Ага, впереди ещё Рождество. И так далее. Чай. Так, и всё. И мать наша вот она. И мать, звезда Ютуба. Ё-моё. Субтитры сделал DimaTorzok